Всем привет! Вы на канале Скрипник Фото. И сегодня Ирина Скрипник расскажет вам про основы работы в программе Lightroom. Поехали! Всем привет! С вами Ирина Скрипник. Сегодня наша тема – основы постобработки в Adobe Photoshop Lightroom. Естественно, Lightroom – мощнейшая программа с огромным количеством полезных функций и инструментов. Каждый пользователь выбирает удобные для себя тактики обработки. Почему я решила создать лекцию именно «Основы постобработки в Lightroom»? Дело в том, что проведя целую серию мастер-классов, оказалось, что совершенно не каждый профессиональный фотограф пользуется благами этого редактора. Моя работа по обработке фотографий всегда начинается именно с Lightroom. Импортировав фото, я анализирую его, накладывая различные пресеты. Изменяю контраст, насыщенность, пробую изменять ряд настроек и хочу понять, что я могу улучшить в этой фотографии. Приступим! Перед нами Lightroom. Еще раз повторюсь, что вариантов обработки фото в Lightroom огромное множество. Каждый делает это по-своему. Прежде чем разобрать все основные инструменты и начать обрабатывать фотографию, я хочу вам рассказать некоторые полезности, которые я использую в Lightroom. Первая из которых – это кнопочка «И» на английской клавиатуре. Если мы ее нажмем, то у нас появится информация в левом верхнем углу, которая говорит о том, при каких условиях был кадр снят. То есть диафрагма, выдержка, время, дата и так далее. Второе нажатие на эту кнопку дает также информацию. И третье отключает эту функцию. Это очень удобно, потому что мы можем быстро проанализировать, при каких параметрах была снята наша фотография. Следующая полезность. Мы используем не все вкладки в Lightroom. То есть я использую не все. Поэтому здесь у меня, вы видите, есть только Library и Develop. Если мы нажмем правой кнопочкой на этой панели, то мы увидим, что также можно включить все остальные вкладки, которые здесь существуют. Print, Slideshow, Web – вот они все. Но я пользуюсь только двумя – Library и Develop. Поэтому остальные кнопочки я просто отключила. И это дает возможность Lightroom загружаться быстрее. Web убираем, Print убираем, Slideshow убираем, Book убираем. Map убираем. Итак, у нас осталось Library и Develop. Следующая полезность. Режим L. Если мы нажмем кнопочку L, то мы видим, что края экрана затемняются. И таким образом мы можем рассмотреть нашу фотографию, не отвлекая взгляд от лишних деталей. Мы смотрим в целом, какие у нас получились цвета и так далее. Второе нажатие на клавишу L полностью затемняет края и выделяет тем самым фотографию. И третье нажатие на клавишу L возвращает в обычный режим. Далее. Режим Ctrl плюс слэш. Если мы нажмем вместе эти кнопочки, то у нас вылезет вот такое вот окошечко с подсказкой с клавиатурными сокращениями. Это также полезно, потому что во время работы это увеличивает скорость обработки. И еще одна интересная вещь, которую я пользуюсь, это кнопочка кадрирования. Нажав на кнопочку Кроп, мы видим, что у нас на фотографии появляется сетка. Правило третей. Если мы нажмем в этот момент кнопочку О, то сетка изменится на другую. Правило диагонали. И так далее. То есть вы можете выбрать себе любую сетку и под нее кадрировать вашу фотографию. То есть таким образом мы как бы проверяем себя, правильно ли мы на этапе съемки разместили наших моделей и все нужные, значимые детали в нашем кадре. У меня стоит правило третей, и я его, в принципе, оставляю. То есть мы видим, что я удачно расположила модели на пересечении этих линий. И горизонт также у меня стремится к нижней горизонтальной линии. Можно ее даже чуть-чуть вот так вот подкорректировать. Готово. Вот такие вот полезности есть в Lightroom. Далее. Прежде чем начать, мы должны, естественно, загрузить наши фотографии в Lightroom. Как я это делаю? Файл, импорт фото и видео. И выбираю из каталога своего компьютера те файлы, которые я буду обрабатывать. Так как я их уже залила, я не буду это делать. Здесь у нас есть навигатор, который позволяет нам видеть все наши манипуляции с фотографией. И это достаточно удобно. Особенно, когда мы перебираем разные пресеты, которые уже существуют. Вот ниже моя библиотека пресетов, которые были созданы мной на протяжении достаточно долгого времени. И если я буду вести вот так мышкой, у меня подсвечивается превьюшечка, что получается с моей фотографией. Это также очень удобно. Далее. Здесь мы видим два варианта отображения фотографии. То есть я ее вижу целиком. И если один раз нажму на фотографию, то она увеличивается. Увеличивается один к двум. Я могу изменить, сделать, например, еще ближе, два к одному. И таким образом я могу работать с фотографией очень удобно, посмотрев на нее целиком и приблизя конкретно уже к лицам модели. Но пока что я поставлю один к двум. Переходим на правую часть. Здесь у нас есть гистограмма, которая помогает проанализировать, есть ли у нас слишком белые и слишком темные участки на фотографии. Как мы можем это посмотреть? Вот, например, мы видим маленькие треугольнички с левой стороны и с правой. Если мы нажмем на этот треугольничек, он нам подскажет, какие части слишком темные. В данном случае у нас совсем немного темных участков, поэтому ничего не подсвечивается. Но если мы поставим курсор где-то здесь и нажмем на левую кнопку мыши и будем передвигать гистограмму в левую сторону, то мы видим, что у нас появляются такие как синие куски, синие цвета. Эта программа подсказывает нам, что в этих частях деталей практически нету, то есть они слишком черные. Если мы сейчас отключим этот треугольничек, мы видим, что эти части стали такие вот очень-очень темные. Нам этого не нужно делать, поэтому мы возвращаем на место. Вот вы видите, вот в этом уголочке меняются значения. Вот я веду обратно к нулю, так как это было изначально. Ноль. Отключаем. И если мы включим правый треугольничек, то же самое нам покажет цвета. То есть если мы начнем двигать нашу, растягивать нашу гистограмму, вот я сейчас ее тяну в правую сторону, то тут же красным цветом нам подсказывает программа, что в этих частях у нас слишком белые участки. То есть там детали могут быть потеряны. Также я могу сдвинуть наоборот в левую сторону, и фотография становится такой более серой. Уничтожаются все вот эти самые-самые яркие цвета, самые яркие участки. Вернем на место, так как это было изначально. Минус 10, минус 11, минус 5, вот ноль. Все, вернули. И убираем выделение с треугольничка. То есть таким образом вы всегда можете проверить, нажав на эти треугольнички, есть ли на вашей фотографии пересветы, либо слишком темные участки. И тут же можно это все поправить. Но обычно я не поправляю в этом окошке, я делаю это ниже, поэтому и вам не советую. Но возможно кому-то это пригодится. Дальше мы видим панель с инструментами, которые также используются очень часто мною. Мы к ним еще вернемся, пока идем сюда ниже. Здесь у нас есть множество разных вкладок. Вы видите, что все они у меня открыты и занимают достаточно много места на компьютере. Но так как я работаю с большим монитором, мне это не мешает. Но если вы работаете с ноутбука, и поле, на котором вы работаете, не такое большое, поэтому экономия места очень даже будет не лишней для вас. Что в этом случае можно сделать? Если вы кликните где-нибудь здесь на вкладочке правой кнопочкой, вы можете поставить Solo Mode галочку. Когда мы включаем этот режим, то активной становится лишь та вкладка, с которой мы работаем. Вот если я, например, сейчас перейду на эту вкладку, автоматически верхняя закроется и останется только вкладка Detail. Далее, оп, остальные закрылись, это открытое. То есть это очень удобно и экономит место на вашем рабочем пространстве. В данном случае пока я ее отключу, потому что я работаю на большом мониторе и хочу видеть сразу все. Надеюсь, этот урок был полезным для вас и вы поставите ему свой лайк и подпишитесь на наш канал. Также в описании к данному видео мы оставили ссылочку на страницу нашей фотошколы. 50 сессий про фотосъемку, постобработку и маркетинг в фотобизнесе. Переходите и ознакомьтесь с программой. Уверен, она вам очень понравится. А с вами были Вячеслав и Ирина Скрипник. До встречи на новых фотоуроках. Пока! Субтитры подогнал «Симон»